Коллинотс – левосторонний борец. В ситуациях, когда против него выходил соперник в той же стойке, левосторонней, его единственной мыслью на татаме было остановить как можно раньше левую руку соперника. Сначала он оцеливался на левое плечо и грудь соперника, перед тем, как переходить на захват рукава. Здесь он демонстрирует разницу в размере цели между рукавом и областью груди. Его внимание всегда направлено на грудь и плечо. Он говорит, что рукав слишком мал как цель. Это особенно важно, когда уки находятся в движении. Вместо того, чтобы поймать рукав, он нацеливается и атакует левую сторону в области груди и плеча, которая в 4-5 раз больше по площади контакта, чем рукав. Это также мешает его сопернику двигаться в направлении, в котором он предпочитает атаковать и бросать. В соревнованиях, где его соперниками были левосточники, Олдс, как заклинание, выполнял блокировку груди и плеча перед доминированием захват за рукав. Как только он соприкасался с грудью соперника, он создавал давление. А зачем он начинал строить свои захваты? Чтобы выполнять свои приемы в стойке. Он сначала берет сильный захват за рукав, своей правой рукой, прежде чем его левая рука вступает в игру. Эта стратегия работает даже против самых сильных соперников, используя идею, состоящую в том, чтобы встретить его грудь и плечо. Он делает это, опуская свой вес, и по его собственным словам, это дает обладание устойчивой и сильной позицией и контактом с татами. После остановки левой руки, он не тратит времени впустую и сразу же захватывает рукав. Обратите внимание, как он отталкивается задней ногой, когда он опускает свой центр тяжести. Это позволяет максимально использовать его тело и получить максимальную отдачу. И, наконец, вот как работает эта техника в реалистичном поединке. Еще больше обучающего видео от суперзвезд дзюдо, только на суперстарт дзюдо. Продолжение следует...